И так, Лилия Сомова. А нам нужна простым российским садоводам и огородникам красивая обёртка. Нам нужен личный пример Валерия Константиновича, его опыт, сын, ошибок, трудных и увлечённость. Результаты учеников, как говорится, налицо. Уверены, что будет ещё лучше. Ха-ха. Сейчас. Вот у меня память. Смотрите. Вот это мой телефон. Вот это, как он называется, WhatsApp. Я не умею отсюда, отсюда, перетащить сюда. Я бы вам показал эту красоту. Давайте, что увидим, то увидим. Ну, вначале, Валерия Константиновича, саженец тоже из вашей коллекции. Напишите, что это, слева. Я сам не пойму, что это. Ладно. Потому что нам большой экран надо. Вот. Смотрим сюда. Огромное спасибо за знание, которое нам даёте. В декабре 16-го года. То есть, 17-18-19-й. Четвёртый год был 20-й. Получил от вас посылочку. На статификацию песок в холодильник. И заложил в конце января. Дальше всё по инструкции. Вот, смотрите сюда. Вот. Видно, не видно. Это просто красивый, цветущий, ну, правильно, персик. Меня поразило другое. Смотрим. Вот сейчас я нажму. Это маленькое видео. Видели вот эти вот персики? Вот они. Ну, вот созрели наши персики. Привезли мы их домой. Вот сравнение с жёлтой сливой. Они покрупнее. Сейчас громче сделаю. А вот так выглядят. Вот на сушку их разделала. Сейчас буду сушить в листе. Вот это мне подарок. Я говорю, я принимаю только такие подарки. Будем считать, что я получил новогодний подарок. Вот. Праздник на душе. Представляете, сколько я на сушку... Это сколько надо было съесть, что ещё на сушку осталось. А там ещё угроза. Всё, эти косточки посадим. С чего начиналось-то? С десяти косточек. Сколько там поросло, не знаю. Ну, вы понимаете, что это... То, что вам известно. Вы сказали, там кто-то был, нищеброд, да. 26-28 градусов это предел. Мне сегодня это было... Я звонил деревню. Значит, 36. Но это днём. Ночью-то, наверное, было холоднее. А у меня не укрытые. У меня же не все персики там теплиться. У меня половина растут и растут. Придёт весна, посмотрим. А я ещё на урожай рассчитываю. Вот. Вот так вот. 26-28. Где вы найдёте такие морозы страшные? А это предел, научный предел. Эта цифра я и у всех, кто занимался персиками, селекцией. И прошлые века, и прошлое десятилетие. И сейчас. 26-28. Ах, один раз минус 30 выдержала целую ночь одну. Вот такой это был предел. Что мне до сих пор удалось увидеть. Вот. Так. Дальше. Нет. Это так не работает. Уже лиза большой объём проделанной работы. Но он его не использует на всю. Взять, к примеру, яблоки. Мне яблоки нравятся и груши. Он всё районировал. Но не создал опытного сада на пару тысяч деревьев. Для того, чтобы создать новый клон, нужно проводить естественное испытание. Просто у него земли, наверное, нет. Для правильной работы нужно хотя бы 50 га. Сейчас мне дадут 50 га. И я в 70 лет буду этим заниматься. Он, по сути, получает новой сорта формы. Но не испытывает результат. Так как всю жизнь можно проковыряться ни о чём. Дело в том, что она-то меня похвалила. Личный опыт, сын ошибок, трудных, увлечённость. Но она отдаёт себе отчёт, что это тупик. Правильно. То есть не тупик, а остановка. Дальше-то что? Дальше-то что? Она правильно рассуждает? Но она не знает, что у меня было это пару тысяч деревьев. Вот. А это она не знает. Но рассуждает правильно. Теперь. Теперь.